Так, глубоко уважаемые коллеги, добрый день. Я искренне прошу меня простить за некоторые технические неполадки. Надеюсь, они не сильно много народу спугнули с самого мероприятия, поэтому будем надеяться, что те, кто остался, останутся с нами до конца. Сегодня мы коснемся достаточно непростой истории, непростой в том смысле новой абсолютно истории возможностей, современных возможностей лечения первичного рака печени, или печеночно-клеточного рака, или гепатоцеллюлярного рака в эру иммунотерапии. Пожалуй, с некоторых пор мы можем действительно говорить, что в онкология пришла эвро иммунотерапия, и она напрямую вовлекла и пациентов, у которых случилась эта беда, гепатоцеллюлярная карцинома, и врачей, которые этим активно занимаются. Ну, я постараюсь компенсировать время, которое мы потеряли, может быть, где-то немного ускорившись, но в любом случае я прошу всех присоединившимся принимать активное участие, и если есть вопросы, задавайте их в чате, постараюсь ответить, постараемся вместе с моей коллегой Полиной Сергеевной, которая сегодня представит случай сам, самую, собственно говоря, квинтэссенцию наших возможностей, мы постараемся вместе с Полиной Сергеевной ответить на возникшие вопросы. Ну, очень коротко с самого начала, насколько позволяет формат нашего мероприятия, почему иммунотерапия может быть эффективной при гепатоцеллюлярном раке. Ну, в общем, здесь несколько простых достаточно положений. Первое – это все-таки хроническое иммуносупрессивное воспаление как основной предрасполагающий фактор к развитию опухолевого процесса в печени, в принципе. Это очевидно значимое различие в популяциях иммунных клеток, в опухоли, вне опухоли. Отмечается достаточно много CT4-позитивных регуляторных Т-клеток, гипоэргитичных CT8-позитивных клеток, которые, может быть, можно было бы завести как раз с помощью иммунотерапии и направить эти клетки на борьбу с опухолью. Это умеренная или выраженная инфильтрация опухоли иммунными клетками приблизительно в 20% случаев, собственно говоря, рака печени. Промежуточная мутационная нагрузка, наличие канцер-индуцированных вариантов опухоли, канцероген индуцированных. Ну и вот та надежда – это случай спонтарной регрессии опухоли, например, при проведении эффективной противоверзной терапии. Иногда такое бывает. Я тоже начну свою презентацию с короткого представления случая, с которым мы столкнулись, проводя иммунотерапию нашей пациентки в рамках клинического исследования. Женщина 65 лет пришла к нам с уже понятным диагнозом гепциллярной карциномы и наличием метастаба. Причем вот уровень альфа-фетопротеина практически 30 тысяч. Цирроз – очевидная и понятная вирусная этиология. Мы, в общем, понимали, что классическая ситуация, немолодая уже женщина с сопутствующими заболеваниями, но при этом она чувствовала себя достаточно неплохо, хотя для небольшой женщины потеря веса второй степени 7 кг за 3 месяца была очевидной. Это, в общем, по сути, говорило о неблагоприятном прогнозе конкретной ситуации с ожидаемой продолжительностью жизни. Я напомню, в рамках клинических исследований ШАРП, которое изучало эффективность сарафениба против плацебо, там 10,7 медиана выживательности. Что мы имели на момент, когда пациентка к нам пришла? Вот такой объем поражения печени. Здесь достаточно много, вы видите, такой, и это вот один из срезов. Вот метастазы в легких, вот адензин, вот второй. И мы в этой ситуации начинаем терапию неволумабом. Здесь описано, собственно, клиническое представление, ЭКОК-0, PCOCC, печень, лимфатические узлы, легкие, умеренное повышение трансаминаз, высокий уровень альфетопротеин и достаточно высокий титр РНК-вируса с гепатитой С, с которым, в общем, в данной ситуации не нужно было бороться, поскольку цитолиз не выживали. Начинаем терапию. И уже через три курса лечения, фактически на начало мая 2017 года, мы уже фиксируем частичный эффект, который я вам продемонстрирую. При этом лабораторные показатели, иллюстрирующие выраженность цирроза в печени, вот она, вот здесь. Мы видим снижение альфетопротеина, драматическое снижение, в хорошем смысле слова, и некоторое нарастание титра вируса РНК. Вот, собственно говоря, картинка справа нам показывает довольно неплохое уменьшение объема опухолевой нагрузки на печень, то есть тот самый частичный эффект, который я и обещал. Однако на фоне лечения, продолжения, да, при том, что удовлетворительное состояние пациентки, у нее появляется кожное высыпание популяризного характера, без зуда, много их было, пробуем использовать гормональные мази, продолжая терапию. И подходим к девятому курсу, уже с некоторыми изменениями в биохимическом анализе крови, по требованиям протокола, при повышении уровня АЛТ более 5 норм, мы должны приостановить лечение. По сути, мы сталкивались с необходимостью обязательной трактовки того, что происходит, думая о том, что в первую очередь столкнулись с иммуноопосредованным гепатитом, то есть гепатитом, связанным с применением иммуноонкологических препаратов. При этом назначаем коротким курсом миллиграмм на килограмм применезалона в течение 14 дней и продолжаем терапию, потому что трансвеназы на фоне гормонотерапии несколько снизились. Но лабораторный показатель говорит о том, что мы видим значимое увеличение титра вируса РНК в сравнении с исходом практически в 4 раза, не на степень, но и мы уже где-то понимаем, что это, вероятнее всего, было связано именно с возможным реактивацией вирусного гепатита. По согласованию по назначению гепатолога назначаем специфическую противовирусную терапию препаратами, которые относятся к прямым противовирусным агентам с учетом компонента. Лечение при этом противообхолевое мы продолжаем, то есть на фоне проводимой противовирусной терапии мы продолжаем противообхолевое лечение. К моменту, к октябрю 2017 года, когда мы заканчиваем противовирусную терапию, частичный эффект сохраняется и даже нарастает. Я сейчас это покажу, а пока вот данные лабораторных показателей, которые говорят о нормализации трансвеназ, то есть фактически купирование циталитического синдрома, исчезает РНК вируса гепатита С, альфа-фетопротеин снижается до нормы. И вот как видит картинка, как выглядит картинка на, вот смотрите, на момент, когда мы смотрим, начинаем, то есть фиксируем активацию вирусного гепатита. Вот здесь в этот момент мы начинаем противовирусную терапию. И вот здесь, уже на 19 октября 2017 года, то, что остается от опухолевого поражения печени, на фоне проводимой противовирусной терапии. Лечение продолжается. К апрелю 2019 года мы, по сути, заканчиваем 47-й курс лечения, то есть мы заканчиваем 2 года терапии, предусмотренные самой программой клинического исследования. И вот в этой ситуации, вот у нас промежуточные данные через год, 26 октября 2018 года, практически ничего не остается. Вот у нас март 2020 года, мы ничего не, то есть никаких изменений в печени мы не видим. Вот у нас изменения метастазово-легкая на момент начала. Вот через полтора года лечения ничего не остается. И я позволю себе показать вот все, что осталось от опухолевого процесса на март 2020 года, то есть спустя год после того, как мы закончили противоопухолевую терапию неволумабом. Вот у нас описание узла, который, по сути, из себя уже не представляет активные опухолевые ткани. Конгомерат узлов в 5-7 сегменте превращается в небольшой рубец 10 на 6 миллиметров. И нормализация уровня альфетопротеина. Фактически мы говорим о выраженном частичном эффекте через буквально 6 недель начала терапии. Полный эффект спустя 2 года, полноценный эффект, который сохраняется сейчас уже полтора года с момента окончания противоопухолевого лечения. Да, есть управляемые побочные эффекты, токсичность лечения. Это в первую степень кожа и сыт. Потом мы наблюдали в процессе лечения присоединение гласита, стоматита второй степени, где-то после 11 месяцев от начала терапии. Нам приходилось делать перерывы в лечении на 2-4 недели с назначением системной гормонотерапии с использованием преднизолона. И, по сути, на фоне этого, такой управляемой токсичности, мы получили полноценный противоопухолевый эффект. Причем обращаемость, ваше внимание, на возможность активации вирусного гепатита С. С точки зрения гепатологов это не ах какая-то бурная активация, но тем не менее нарастание вирусной нагрузки и циталитический синдром, который мы вовремя заметили, позволили нам назначить эффективную противовирусную терапию, которая закончена была уже более двух лет назад, и эффект этого лечения сохраняется. Собственно говоря, это вот такая демонстрация эффективного лечения из исследований группы, исследований Checkmate. Это целая когорта клинических исследований, которая была организована компанией Bristol-Myersquid. И вот здесь общая схема всех тех самых когорт, которые включались в разные исследования, представлена на данном слайде. Причем все началось с фазы первой и второй фазы, когда они в бумагах изучались при распространенном гепсулярном раке у пациентов, как получавших ранее противоопухолевую терапию с арафинилом, так прогрессировавших. Безотносительно вариантов риска развития канцероопухолевого процесса. Причем вот на этом слайде показано, как мы уже привыкли видеть, противоопухолевые эффекты в правом нижнем углу. И очень важный момент, влияние, возможное влияние ПДЛ-экспрессии как предикативного маркера эффективности, на который бы, конечно, нам хотелось рассчитывать, но, увы, это не получается ровно потому, что, да, есть некоторое увеличение вероятности эффекта у пациентов с ПДЛ-экспрессией, позитивной ПДЛ-экспрессией, но далеко не всегда именно ПДЛ-экспрессия предполагает объективный эффект, посмотрите, и там, где она была негативна, вероятность получения объективного эффекта 17,2%. Что важно? Это исследование было важно в первую очередь в том, что оно впервые показало принципиальную возможность достижения выраженных объективных эффектов, и при том, что медиана общей выживаемости на всю группу, включенных в это исследование, пациентов была 15-1 десятая месяца, это очень, скажем, достойный показатель для лечения, которое используется при гепцеллярной карциномии, системной терапии, но, пожалуй, самое важное было показано то, что медиана выживаемости для пациентов, у которых был зарегистрирован объективный эффект, как в случае с нашей пациенткой, даже не была достигнута. Настолько выраженный эффект, противопухолевый эффект иммунотерапии у пациентов, где есть объективная динамика. Причем, если мы посмотрим на то, какой ценой достигаются эти результаты, то обратите внимание, побочные эффекты третьей, четвертой степени, то есть то, что нас заставляет полностью остановиться, еще раз подумать, остыть и продолжать, бывали достаточно редко. Да, они случались, понятно, достаточно рано, уже где-то 2,5-2 с небольшим недели, но в подавляющем большинстве случаев они разрешались полностью, то есть 88% и в медианном времени до разрешения этих побочных эффектов 8 недель. В общем, понимая всю сложность лечения этой когорты пациентов, которая отягощена фоновой патологией печени, чаще всего это вирусные гепатиты, в общем, или цирроз разной степени выраженности, в общем, можно признать, что это эффективное лечение достается ценой очень небольшой токсичности. По сути, вот в первой, вот в этом слайде, на, вот здесь, на, соответственно, НИВУ-МАБУ, приведены результаты исследования НИВУ-МАБУ у пациентов с гепатитулярной крыльцом. Первые результаты. То самое исследование Чикмейт-40, первая и вторая фазы. 14,3% объективных эффектов, которые длятся в большей части более года, медиана общей выживаемости 15,1 месяца. Справа же в этой таблице приведены результаты исследования КИНО-240, более позднее исследование эффективности ПЕМБРО и ЗУМАБУ в сравнении с плацебо. Мы очень надеялись на позитивный исход этого исследования, но, увы, что называется, звезды не сошлись. В чем-то неправильный дизайн, в чем-то неправильная выборка. Увы, при том, что красивое отношение рисков 0,781 и достоверное, казалось бы, различие, где мы привыкли, меньше 0,05 и все хорошо, здесь не сработало, потому что стат гипотеза предполагала различия на уровне 0,174. И при том, что число объективных эффектов существенно отличается в пользу эффективности иммулотерапии, и медиана выживаемости кажется выше, 13,9 в сравнении с Си-9-ю, но не сложилось. И вот те самые кривые выживаемости, которые только и приходится показывать, говоря о том, что все-таки иммунотерапия во второй линии лечения – хорошее дело, у больных, прогрессирующих после терапии с алюкенибом, но в отсутствии достоверного различия общей выживаемости, хотя кривые выживаемости хорошо разошлись, а дальше они пошли параллельно, и выживаемость до прогрессирования, которая медиана так и вообще, вот вроде бы достоверно отличалась, но на момент годичной выживаемости, да, без прогрессирования хорошо отличалась, мы не можем говорить о том, что статистически достоверное преимущество иммунотерапии в этой ситуации. Во многом потому, что те пациенты, которые прогрессировали на плацебо, потом получали возможность дополнительного лечения, в том числе и с его терапией. Возможно, с этим связано. И, собственно говоря, вот я вам показываю интересный, на мой взгляд, очень пример нашей пациентки, которая тоже начинала лечение вот 21-го, 8-го, 17-го, 17-го года, вот такой объем поражения печени, вот несколько увеличений даже размеров на декабре 18-го года, посмотрите, и как драматически меняется картинка вот здесь, спустя чуть больше месяца, на фоне продолжавшейся терапии пембролизумама. Вот что здесь произошло? Почему огромный объем упухоленной массы при внешне увеличившихся размерах узла вдруг погиб? Здесь есть одно маленькое наблюдение. Вот здесь мы, вот в этот момент, мы проводили противовирусную терапию гепатита С в том числе. Возможно, это связано было именно с этим. Но в любом случае, эта пациентка в настоящее время, жива без признаков прогрессирования болезни, мне представляется в первую очередь за счет того, что при том, что мы год назад остановили противоопухолевое лечение, закончив его по планам самого протокола, или болезнь не прогрессировала. Итак, вторая линия терапии. У наших опций уже много, и вот здесь это достаточно уже старый слайд, увы. Но, тем не менее, он остается справедливым. У нас есть вторая линия лечения регрофениб. У нас есть каблзентениб. Это мультикиназные ингибиторы, которые показали свое преимущество у пациентов, прогрессирующих на серофениб. И у нас есть рамус илумаб, антиангиогенный препарат, с точки приложения ВГФ-рецепторов второго типа. И у нас моноклональные антитела против ПД-1. Это ниволумаб и пембролизумаб с потенциальной вероятностью получения объективного эффекта 14-17% в отсутствии факторов-предикторов эффективности при условии непереностимости серофениб. Очень тонкий момент, очень важный момент. Я никогда не забываю об этом говорить. Время до декомпенсации функции печени. Увы, пациенты, у которых есть фоновый цирроз печени, имеют ограниченное время, окно возможностей, когда можно проводить противоопухолевую терапию. Но, как правило, ограничивается пациентами с компенсированной функцией печени. Что такое компенсированная функция печени? Что такое декомпенсированная функция печени? В самом простом объяснении, это так, декомпенсированный цирроз, это тогда, когда появляются симптомы цирроза. И вот если они есть, будь то желтуха, отеки, некомпенсируемый осцит, это некомпенсированный цирроз. И вот, посмотря на эти графики, Посмотрите, медиана времени до декомпенсации. С момента, когда мы начинаем, увы, у пациентов, у которых уже субкомпенсированная функция печени, если так мы ее можем назвать, то есть нарушение некоторых биохимических параметров, альбумин ли это или биррубин, в сторону декомпенсации, увы, существенно уменьшает, то есть укорачивает время до декомпенсации, тогда, когда мы, вероятнее всего, остановимся с лечением. И вот здесь очень интересная находка, опять же, исследования из когорта исследования Checkmate 40 для пациентов с некомпенсированным циррозом, потому что Child P.U.B. это пациенты уже с некомпенсированным циррозом. Здесь провели отдельное, специально отдельное исследование, посмотрите, вот здесь есть прямое сравнение этой категории больных, Child P.U.B., около 50 больных, которые провели наши японские коллеги в сравнении со всей когортой пациентов. Вот смотрите, продолжение лечения, то есть 49 больных, 8 из них продолжали терапию на момент окончания анализа. Причина прекращения, прогрессирование заболевания, нетоксичность, которая была достаточно редкой. То есть, по сути, мы говорим о возможности, все-таки о возможности именно иммунотерапии у больных с некомпенсированным циррозом. Пожалуй, это самое важное наблюдение этого исследования. Вы посмотрите, как складывалась общая выживаемость. При том, что медиана выживаемости для больных, исторически для больных Child P.U.B., которые получали терапию с сарафенивом всего 4 месяца, мы здесь имеем 7,6 месяца. В общем, на мой взгляд, убедительный показатель целесообразности проведения иммунотерапии и этой категории больных. Причем, медиана времени до эффекта, посмотрите, 2,7 месяца. Медиана длительности эффекта у пациентов с некомпенсированным циррозом 9,9 месяца. При медиане общей выживаемости около 8 месяцев. Итак, возвращаясь к профилю токсичности пациентов, которым нужно лечить, которых можно лечить в первую очередь, и нужно лечить во второй линии при прогрессировании на первой линии сарафенивом. В первую очередь, после терапии сарафенивом и ленвотенивом. Ну вот здесь приведены все цифры токсичности. Очевидно, совершенно сравнивая, в первую очередь, третью степень токсичности, вы обратите внимание, что вероятность развития этого степени токсичности существенно ниже для иммунотерапии. Не вдаваясь в детали вариантов побочных эффектов, можно сказать, что, в общем, иммунотерапия точно совершенно лучше переносится, чем терапия мультикиназными ингибиторами или антианкингеновыми препаратами. Печень сама по себе относится к органу высокой иммунотолерантости, что, в общем-то, и определяет низкие уровни медикаментозной иммуносупрессии после трансплантации. Ну и вот здесь как раз и подавление эффективного противопухолевого ответа может быть опосредованными разными механизмами. В первую очередь, предсуществующими механизмами той самой иммунотолерантности, это синосоидальные инотериальные клетки печени и клетки предшественной мекине, мейловидного ряда, натуральные киллеры. И вот здесь вопрос в том, насколько значимо когорта пациентов с гепсулярным раком, которых, в принципе, можно рассчитывать реально остановить опухолевый процесс. В настоящее время можно выделять вот в той самой предложенной нашим, ну скажем, корифеем в гепсулярном раке лаветом, джозовым лаветом, иммунозависимый, потенциально иммунозависимый класс опухолей, гепсульопухолей. Он составляет где-то до 30%. Очевидно совершенно, здесь есть потенциальные механизмы, которые могут относить класс, определенный класс иммуно-рефрактерного к иммуно-рефрактерному классу. Это, в первую очередь, вероятнее всего гепсулярные опухоли, где доминантным вариантом прогрессии является активация бета-катенинового пути или мутации CTN1B1, которые могут быть определениями, может быть возможным предиктором неэффективности иммуно-терапии. Но здесь крайне важно понять, можем ли мы всерьез рассчитывать на то, что, например, усиление активности иммуно-терапии, усиление мощности иммуно-терапии добавлением, например, ипилимумаба, то есть препарата, который действует не в печени в большей степени, а препарата, который активизирует иммунную систему на уровне лимфатических узлов, как место выработки цепотоксических лимфоцитов, которые потом могут попасть в печень и добавить в силу иммуно-терапии, ниволмаба. То есть мы говорим о возможном сочетании антипиди или антипидиэли агента и антистиль-4 агента. И вот здесь вопрос, можем ли мы использовать дополнительное воздействие на мишень гиперваскулярности с ингибиторами ангиногенеза или, например, прямыми ингибиторами ангиногенеза, или, например, мультикиназными ингибиторами, которые имеют в своем составе и антипроэперативный эффект, и антиангиогенный эффект. И здесь, понимая, что наша с вами задача не просто увеличить количество объективных эффектов, а наша задача увеличить общую выживаемость этой категории больных, можем ли мы на это повлиять, и вопросов здесь очень много, одновременно, последовательно, в каком порядке это можно и нужно делать. В общем, здесь больше вопросов, чем ответов. И вот, пожалуй, первая ласточка, которая говорит о том, что да, наверное, есть смысл комбинировать иммунотерапию с антиангиогенным эффектом. Это позитивные результаты первой линии лечения отеза или зумаба с белуцезумабом. Исследование было позитивным, доказало значимое преимущество комбинации на сравнении с сарафинибом, как в выживаемости без прогрессии 6,8 против 4,3, так и медиановой общей выживаемости. Похоже, этот вариант работает. И вот здесь второй вариант, о котором мы говорили, а можно ли усилить иммунотерапию с иммуномабом, да, с пипелемумабом. И кажется, что этот подход тоже очень хорошо работает. Посмотрите, очень похожая на история с медианой общей выживаемости для пациентов с объективными эффектами. Посмотрите, при сочетании этих двух лекарственных препаратов мы видим опять недостигнутую медиану выживаемости, при том, что на всю категорию больных, которые были включены в это исследование, число, да, их было достаточно много, здесь сложено несколько вариантов дозовых режимов сочетания и пипелемумаба и ниволумаба. И вот оказалось, что суммарная эффективность этого подхода, то есть сочетание анти-ПД и анти-Стел-4, дает довольно высокий процент объективных эффектов, при том, что полных эффектов 12% объективных эффектов. Но, пожалуй, самое важное и самая значимая находка этого исследования Чикмэйта 5.40, в контексте изучения эффективности когорты использования комбинированной иммунотерапии, как раз в том, что мы имеем медиану общей выживаемости 22,8 месяца для пациентов, которые получали дозовый режим ниволумаб. 1 мг с ипелемумабом, 3 мг каждые 3 недели, ипелемумаб – это всего 4 дозы, и мы имеем вот такую медиану общей выживаемости в этой комборте больных. И именно на основании результатов этого исследования FDA зарегистрировала сочетание ниволумаба и ипелемумаба в этом дозовом режиме как опции второй линии терапии больных с арафинип-рефракторным гепатоцеллюлярным раком. Вот находки последующего анализа. Вот посмотрите, возможное влияние терапии с арафинипом. Менее 6 месяцев и более 6 месяцев. А в общем, если мы посмотрим на общую выживаемость, различий нет. То есть фактически мы можем говорить о том, что эта комбинированная иммунотерапия по-своему прекрасно работает у пациентов, которые без относительной эффективности предшествующие терапии с арафинипом. Еще одна очень интересная находка, которая пришла из исследования, такое исследование номер 22, которое проходит, проводит фирма AstraZeneca, сочетание тремилимуаба и дурвалуума. То есть по сути мы говорим анти-PDL препарат плюс анти-CT4 препарат. И посмотрите, вот здесь находка. Находка в том, что наибольшее количество цитотоксических лимфоцитов CD8 позитивных, тех, которые как раз отвечают за эффективную атаку на опухоль, было отмечено именно в категории больных, получавших сочетание анти-CT4 и анти-PD препаратов. Причем именно, посмотрите, вот увеличение количества цитотоксических лимфоцитов было более всего выражено именно в когорте пациентов с выраженным объективным эффектом. Похоже, эта же находка применима и для сочетания и пилимумама, и нивуумама. Ситуация меняется очень быстро. Вот данные исследования эффективности лимфоцитов с пембролизумамом. Посмотрите, первая линия лечения, комбинация, опять же, анти-PD препарата с препаратом, обладающим препаратом, относящимся к мультикиназным ингибитрам, мультикиназным ингибитрам лимфоцитов, антини, число подтвержденных объективных эффектов, каждый третий больной. Медиана выживаемости тоже 22 месяца. Приблизительно те же самые цифры, что и дала комбинация и пилимумама с нивуумавом во второй линии лечения рефрактерного гепцеллярного рака. Конечно, нам нужна точка ополи. Я вот здесь позволю себе привести данные из исследования GEO30240. Это влияние, подруковой анализ влияния экспрессии ПТ-Леганда на эффективность комбинации отезолизума с белым с узломом. И, в общем, при том, что есть некоторая позитивная динамика в контексте ожидаемой эффективности у больных, получающих комбинацию иммуна с антипротивопухолевым, с антиагиогенным препаратом. Но, увы, эта точка опоры слишком слаба для того, чтобы делать ПТ-Леганда экспрессию – важной точкой опоры для выбора иммунотерапии. Очевидно совершенно, что иммунотерапия в комбинации уже первой линии лечения. И у нас в России зарегистрированы отезолизума с биоцузумомом как вариант лечения первой линии терапии. Очевидно совершенно, что мы будем искать предикторы эффективности для того, чтобы понять, каким препаратным пациентам, а какой вариант лечения можно и нужно назначать в первую очередь или во вторую очередь. Очевидно совершенно, что иммунотерапия в монорежиме может уже сейчас рассматриваться при противопоказании комбинации или при противопоказании, например, к антиагиогенным препаратам, как в случае с некомпенсированным циррозом. Вот здесь я предлагаю вам просто подумать о потенциальной перспективе применения, например, иммуно-иммуно в первой линии лечения, что мы будем делать дальше. Иммуно плюс мультикиназный ингибитор в первой линии лечения и возможные варианты, что делать потом. Или иммуно плюс антилиджиев, как отеза с биоцузумом, и что мы можем делать дальше. В настоящее время мы уже работаем, мы можем уверенно опираться на рекомендации наших американских коллег, которые рекомендуют терапию ниволумаба у пациентов в первой линии там, где мы не можем использовать киназный ингибитор или антиогигенные препараты. И, конечно, во второй линии лечения в монотерапии у пациентов с компенсированным или некомпенсированным циррозом и использовать комбинированную иммунотерапию у пациентов с компенсированным циррозом. Есть, конечно, пембролизумаб, и о нем тоже не нужно забывать. При том, что очень важный момент. В ближайшее время, очевидно, совершенно мы будем использовать отезолизумабс белосизумабс в первой линии терапии. И как будет строиться алгоритм выбора второй, третьей и четвертой линии лечения – это отдельная история. Я заканчиваю свое выступление, по сути, несколькими выводами. Во-первых, отезолизумабс белосизумаб – это точно первая линия терапии неоперобливания гипсулярного рака. Очевидно совершенно, что монотерапия в первой линии, иммунотерапия в первой линии, может рассматриваться при противопоказании к кеназным ингибиторам. Здесь они приведены к кровотечению из-за варикозно-рошениях и импищевода, ЧАЛ, ПИГ, некомпенсированный цирроз, тромбозы, эмболии в анамнезе и выраженная сердечно-сосудистая патология. Об этом нельзя забывать. Больному с труднокомпенсированной гипертонической болезнью или недавно перенесенным инфарктом миокарда нельзя назначать антиаминогенные препараты или препараты, которые имеют в своем механизме действия этот компонент. Но можно рассматривать иммунотерапию. Второй стандарт второй линии терапии это ригарафинид, кабазантинид и рамуцурумаб, там где эти препараты можно было бы назначать. Очевидно совершенно иммунотерапия здесь является полноценным игроком и очень важная находка исследований Checkmate 40 как раз потрясающая эффективность комбинации иммунотерапии нивурумабом с эпидемумабом с медианой общей выживаемостью, которая приближается к 2 годам. Кто бы во второй линии лечения показал подобные результаты еще год назад. Конечно, на мой взгляд самое важное, что мы не должны быть заложниками своих эмоций и надеясь на лучшее, всегда быть готовы к худшему. И здесь мне представляют, что клинические исследования должны стоять на первом месте. Именно они нам дадут ответ на выбор в рациональной последовательности лечения и лечения прогрессирования после иммунотерапии, потому что это отдельный вопрос. И, конечно, комбинированные стратегии, подобные той, о которой мы сегодня говорили, и пилимумаб, и пилимумаб скоро перейдут в повседневную клиническую практику. Но мы с вами должны быть к этому готовы и теоретически, и практически, и в том числе и экономически. Но это вопрос уже в большей степени нашей системы здравоохранения. Конечно, очень важно участие мультидисциплинарной команды, которая понимает, которая знает, что такое гепселярный рак на всех этапах лечения. И здесь правильный пациент получит то самое правильное лечение, если мы будем учитывать объективное состояние, функциональное состояние печени, сопутствующие патологии, варианты прогрессии и распространенности болезни. Все то, с чем мы каждый раз сталкиваемся, разговаривая с конкретным пациентом. Особое внимание нужно уделять сопроводительной терапии и коррекции осложнений не только, собственно говоря, противоопухолевого лечения или опухолевого процесса, но и знать особенности лечения цирроза и быть готовым к коррекции осложнений цирроза. И, конечно, клинические исследования, на которых основаны все наши с вами успехи. Я надеюсь, что вы можете присылать этих пациентов нам. Вот, пожалуйста, мой электронный адрес, если у вас есть такие пациенты, пожалуйста, у вас всегда есть что предложить. Ну вот, высказывание китайского философа, дорога в тысячу ли начинается, всегда начинается с первого шага. И, может быть, вот тот маленький человечек, который пытается быть похожим на иммунную систему, готовую, полноценную иммунную систему, готовую к борьбе с любым вариантом опухолевого процесса, еще выглядит несколько комично, но мы делаем то, что можем. И я очень надеюсь, что мы каждый раз будем надеяться на эффект и прилагать все наши усилия для того, чтобы поборать опухолевый процесс. Спасибо большое за внимание. Ну, с учетом некоторой задержки я закончил некоторым опозданием. Я передаю слово Полине Сергеевне. Полине Сергеевне, принимайте... Принимайте бразды правления. Я пока посмотрю возможные вопросы. Что мне нужно сделать? Мне нужно что-то сказать. Спасибо большое, Валерий Владимирович, за шикарную презентацию. Вообще все становится на свои места после таких презентаций. И становится очень понятным. И, к счастью, гепатоцеллюлярный рак все-таки, наверное, ну вот в рутинной клинической практике не такая частая патология, но тем не менее встречаемая. Позвольте мне представить вашему вниманию клинический случай, который, собственно говоря, начался уже некоторое время назад. И здесь не совсем типичная пациентка. Пациентка, которая входит в число тех больных, у которых развитие опухоли, гепатоцеллюлярной карциномы, произошло без предшествующего изменения печеночной ткани. Это молодая женщина, 71-го года рождения, без какой-либо сопутствующей патологии, в абсолютно удовлетворительном общем состоянии, в котором она, кстати, находится и сейчас. Это пациентка без наследственного анамнеза, обследовала сердце, выполняла эхокардиограмму. И во время исследования доктор опустил датчик чуть ниже, увидел у нее какой-то узел в печени и посоветовал ей пойти дообследоваться. Поэтому еще в 2018 году пациентка начала проходить обследование. По данным УЗИ у нее был выявлен крупный узел, единичный, с инвазией воротной вены. По данным МРТ, наличие опухолевого узла в седьмом сегменте печени было подтверждено. И характер контрастирования, который, как мы знаем, играет важную роль в диагностике гепатоцеллюлярного рака. И в ряде случаев мы даже можем опираться на диагностику наших рентгенологов, не проводя, не выполняя морфологической верификации. По характеру контрастирования уже был выставлен диагноз, что это гепатоцеллюлярный рак. Далее у пациентки был взят маркер альфа-фетопротеин, который был слегка, не так значительно, но повышен. И поскольку это был единичный узел, пациентка была обсуждена в рамках мультидисциплинарного консилиума. И на первом этапе ей была выполнена трансартериальная хемоэмболизация. И далее через полтора месяца пациентке была выполнена расширенная правосторонняя гемогепатектомия. И гистологическое заключение подтвердило, что это гепатоцеллюлярная карцинома. В дальнейшем выполненная ЭГХ также подтвердила диагноз гепатоцеллюлярного рака локализованной формы. Хотя рутинно препарат сарафини вообще после выполнения радикальной операции по поводу гепатоцеллюлярного рака сейчас зарегистрированных методов в настоящее время адювантной противоопухолевой терапии нет. За исключением, пожалуй, использования антивирусной терапии, если у пациента онкологический процесс развился на фоне гепатита B. То есть доказана роль антивирусной терапии в плане адювантного лечения. Но пациент ее и так получает. Но вот в этой ситуации, учитывая наличие инвазии сосудов, пациентке все-таки был назначен сарафинип, это выполнялось не у нас в центре. Но тем не менее, пациентка получала с некой адювантной целью препарат сарафинип. Получала она его по март 2019 года, переносила препарат удовлетворительно, суммарно приблизительно в течение трех с половиной месяцев. И в марте она обратилась в центр к онкологу с жалобами на то, что у нее появилась одышка при физической нагрузке, слабость. При этом был отмечен значимый рост альфа-фетопротеина. И пациентке было выполнено ПТКТ, результаты которого представлены. У нее было выявлено экстрапеченочное распространение опухоли, поражение внутригрудных лимфоузлов. И кроме того, был выявлен небольшой очаг в зоне резект в другом сегменте печени, в S3 печени. И далее, то есть здесь уже, здесь приведены клинические рекомендации, которые вы уже видели сегодня, которые были шикарно представлены Валерием Владимировичем. Это те рекомендации, которые существуют на настоящее время. Они радуют наш взгляд, значительно радуют наш взгляд, потому что мы видим, что можно выбирать, можно назначать препарат в зависимости от клинической ситуации, как в первой, так и во второй линии лечения. Конечно, в 2019 году эти рекомендации были несколько более скромными, но препарат Невалумаб в качестве второй линии противоопухолевой терапии был уже зарегистрирован. И вот данная пациентка несколько необычная, потому что все-таки опухоль у нее, еще раз повторюсь, развелась на фоне неизмененной печеночной ткани. У пациентки не было цирроза, она была абсолютно компенсирована по анализам, и это позволило, в общем-то, нам не особо раздумывая, назначить ей Невалумаб в дозировке 3 мг на килограмм. Пациентка мелкая, поэтому дозировка препарата была не очень большой. И таким образом, с марта 2019 года пациентке было начато лечение препаратов Невалумаб. Напомню, что учитывая наличие поражения внутригрудных лимфоузлов, пациентка была симптомной, у нее была одышка, и после уже трех введений препарата мы отметили клиническое улучшение в виде снижения одышки и в виде снижения онкомаркера альфа-фетопротеина. Далее по компьютерной томографии, которая была выполнена через 3 месяца, был отмечен эффект стабилизации, к сожалению, вот этих снимков у меня нет, но лечение было продолжено. И, к сожалению, в ноябре этого же года пациентка снова пришла на очередной прием с жалобами на одышку, на кашель, на слабость. И первое, конечно, о чем подумалось, что у пациентки прогрессирование опухоли, но при выполнении компьютерной томографии по снимкам мы увидели лекарственно индуцированную пневмонию или пневмонит, и на тот момент в лечении неволумабом пришлось остановиться. Пациентке был назначен преднизолон в дозировке 50 мг в сутки, и через 2 недели приема препарата было уже отмечено клиническое улучшение, выполнена рентгенография грудной клетки, которая подтвердила, что начинается разрешение ситуации с пневмонитом, и поэтому у пациентки было начато постепенное снижение дозы преднизолона. И в январе 2020 года по данным компьютерной томографии мы увидели разрешение лекарственной индуцированной интерстициальной пневмонии или пневмонита, скажем, которая все-таки являлась осложнением, нежелательным явлением на фоне введения иммуно-онкологического препарата чек-поинт-ингибитора неволумаб, и позволили себе продолжить эффективную терапию, поскольку данных за прогрессирование процесса выявлено не было. Вот так выглядели исходные компьютерные снимки, вот так выглядели снимки, когда у пациентки развился пневмонит, и вот на момент разрешения пневмонита в январе было значимое улучшение, поэтому мы продолжили терапию неволумабом, при этом у пациентки все еще сохранялся такой ответ, как стабилизация. К сожалению, даже вот, скажем, не выдерживая длительную интригу, хотелось бы сказать, что вот у данной больной выше этого ответа мы и не увидели. В общем-то, за весь период применения неволумаба. И кроме пневмонита, в декабре при обследовании у пациентки был выявлен рост стереотропного гормона и снижение свободного Т4. Без каких-либо клинических проявлений, это было вот плановое обследование, как раз в тот период, когда она лечения уже не получала, то есть это был вот перерыв в введении неволумаба. Таким образом, был диагностирован гипотиреоз пациентка, была консультирована эндокринологом, ей назначен левотироксин. Начальная доза была 50 мкг в сутки, постепенно доза была эскалирована до 150 мкг в сутки. И контроль териотропного гормона мы старались проводить каждые две недели. В январе мы увидели снижение териотропного гормона. И что касается нежелательных явлений, которые развиваются на фоне монотерапии неволумабом, то наиболее часто это все-таки кожные проявления, но эндокринопатии также встречаются достаточно часто. Их начало, может быть, начиная с периода чуть более трех недель, и максимум, скажем, развития эндокринопатии – это 10 недель после применения неволумаба. Что касается пневмонитам, это, к счастью, более редкие явления, в особенности на монорежиме применения чекпоинт-ингибиторов. Ну, пациентка, скажем, в этом плане как-то непонятно, какие у нее есть предрасполагающие факторы. К сожалению, пока мы не располагаем этими знаниями. И возможное начало развития пневмонита – это приблизительно к 4 неделям после начала терапии, и максимум, наиболее часто развиваются, могут быть зарегистрированы пневмониты при использовании монорежима неволумаба к 9 неделям применения препарата. У пациентки было чуть-чуть более поздно. И лечение было по неволумабам продолжено, но в марте 2020 года, после суммарно года применения неволумаба, но с учетом перерыва, это несколько меньший срок, было зарегистрировано прогрессирование процесса, увеличение внутригрудных лимфоузлов, увеличение накопления мечтной глюкозы в них и рост очага в третьем сегменте печени. Также был отмечен рост альфа-фетопротеина. Сейчас я покажу, как это выглядело на снимочках. То есть вот, кроме того, у пациентки еще и появились очаги в костях. Вот здесь вот если сравнить исходное ПЭТ-исследование, вот постарались выбирать максимально похожие срезы, не очень хорошее качество ПЭТ, но тем не менее видно, что этих очагов в костях не было, вот здесь еще реализовался вот этот вот, то есть появились еще и костные метастазы. И кроме того, увеличились лимфатические узлы. Поэтому речь у нас стала уже о следующей линии противоопухолевой терапии. Пациентке был назначен ленватенип в небольшой дозировке, поскольку она весом чуть меньше 60 кг, которую пациентка принимала, собственно говоря, по октябрь 2020 года, то есть суммарно около 6 месяцев. И кроме того, по поводу метастазов кости пациентке был назначен новостемодифицирующий агент изолиндроновая кислота. На фоне этого варианта терапии у пациентки не было никаких нежелательных проявлений. И в октябре, в конце сентября пациентка совершенно недавно обратилась с тем, что у нее вновь отмечено прогрессирование процесса. По-честному скажу, посоветовавшись с Валерием Владимировичем, ей рекомендован в настоящее время препарат Рамуцерумаб. И она сейчас находится в процессе получения этого препарата. По-моему, у нее должна была уже состояться первая инфузия. И вот если обратиться вот к той продолжительной второй линии терапии препаратом Ниволумаб у данной конкретной пациентки, у пациентки, у которой не было исходного хронического гепатита, не было цирроза печени, то мы видим, что начав терапию препаратом Ниволумаб в марте месяце при достаточно сложной такой распространенности опухолевого процесса при экстрапеченочном распространении, с наличием симптомов. Мы пролечили пациентку до марта 2020 года, но при этом с ноября 2019 по январь 2020 у нас был перерыв лечения, который был связан с нежелательными явлениями. И суммарная терапия составила Ниволумаб приблизительно около 9,5 месяцев. Было выполнено 21 введение. И что бы еще хотелось мне отметить, что все-таки не побоялись продлить терапию Ниволумабом, не усугубив при этом состояние пациентки, и это является такой обязательной опцией, то есть при разрешении нежелательных явлений, вызванных чекпоинт-ингибиторами до второй степени и ниже, мы, собственно говоря, можем продолжить лечение начатое, если оно эффективно. Тот слайд, который уже показывал Валерий Владимирович, о том, что, собственно говоря, исследование Checkmate 40 о том, что медиана общей выживаемости у пациентов со стабилизацией заболевания составляет, по данным исследования, больше 16 месяцев. Это все-таки данные по второй линии терапии, это шикарные данные совершенно. Что касается общей выживаемости, в зависимости от того, инфицирован или не инфицирован пациент гепатитом В или С, то вот мы видим, что у неинфицированных больных на круг общая выживаемость в этом исследовании составила 16,3 месяца. И как бы мы, возможно, лечили эту пациентку сейчас, возможно, мы бы, конечно, если бы вот эта ситуация с прогрессированием заболевания на фоне сарафиниба произошла вот в этом году, возможно, мы бы уже, имея более эффективную опцию в виде неволумаба и эпилемумаба, назначили комбинацию препаратов, в особенности учитывая, что пациентка была абсолютно сохранна, компенсирована и, к счастью, остается такой по-настоящему, по сей день. И при этом, при всем мы видим, что комбинация эпилемумаба и неволумаба на круг дает медиану общей выживаемости 22,8 месяца. Если вы вспомните тот слайд, который показывал Валерий Владимирович, то медиана общей выживаемости на фоне терапии моноприменения препарата неволумаб составляет 15,1 месяца. То есть вот добавление эпилемумаба дало пациентам почти 7 дополнительных месяцев к этому показателю. И вот если еще сравнить, наверное, наиболее часто используемые опции во второй линии терапии гепатоцеллюлярного рака, то вот обратите внимание, что реграфиниб по данным исследованиям медиана общей выживаемости 10,6 месяца, кабазонтиниб сложный препарат дает тоже чуть больше 10 месяцев, рамуцрумаб 8,5 месяца. При этом препарат все-таки хорошо переносится, несмотря на некоторые сложности с тем, что приходится приезжать на инфузии, собственно говоря, так же, как и при неволумабе. Но здесь для пациентов со стабилизацией только привела вот эти две когорты. Со стабилизацией заболевания медиана общей выживаемости 16,7 месяца, при этом даже с прогрессированием заболевания медиана общей выживаемости составляет около 9 месяцев. И для неинфицированных пациентов 16,3 месяца. И такая новая опция, как эпилемумаб и неволумаб, комбинация двух препаратов с различным механизмом действия, двух иммуно-онкологических препаратов, дает медиану общей выживаемости 22,8 месяца. И еще, пожалуйста, вот если посмотреть на колонку частота объективного ответа, мы видим, что для симптомных больных вот такая важная опция, это наилучшей является при использовании иммунотерапии и в особенности комбинации чекпоинт-ингибиторов. И еще раз подведя итог клинического случая, который я представила, то есть суммарно вот у нас лечение пациентки уже проходит в течение двух лет, и это вообще очень здорово, потому что помимо иммунотерапии есть другие возможные опции, которые позволяют дальше, в дальнейшем лечить пациентку, которая совершенно сохранна, трудоспособна при этом, при всем. И если брать конкретно вторую линию терапии и применение препарата неволумаб, то вот у этой пациентки было выполнено 21 введение, и продолжительность терапии составила около 10 месяцев, что, ну, на мой взгляд, весьма неплохо. Спасибо большое за внимание. На вопрос... Сергеевна, ну, очень интересное наблюдение, я с удовольствием. Я первый раз его в таком объеме слышу, мне очень понравилось. Скажите, пожалуйста, вот у меня только вопрос такой. Как вы думаете, вот все-таки иммуно-посредственный пульмонит, причем он тогда развелся-то как раз в эпоху неопределенности, а был ли ковид тогда или не был ковид. Теперь это более актуальная история. Как вы видите, вот как нам придется действовать в условиях, когда у наших пациентов здесь и сейчас сегодня на иммунотерапии, например, ниволумабом или ипимилимабом, ниволумабом, развивается, то есть в первую очередь развивается состояние, похожее на иммуно-посредственный пульмонит. И вот как нам быть в условиях ковид, в условиях пандемии, которая часто осложняется пульмонитами, где-то очень похожим по механизму развития? Да, вот такой очень правильный вопрос, хотя такой очень хитрый. Ну и с другой стороны сложный. На самом деле, вот когда весной началась эпидемия, у нас были пациенты, которых приходилось дифференцировать. Ну и, к сожалению, вот если взять просто вот собственный такой скромный достаточно опыт применения, вообще все иммунотерапии, не конкретно эпилемумаба и ниволумаба, то в основном вот это были пациенты именно, у которых бы стоял диагноз рак легкого. И эти пациенты получали иммунотерапию, у них развивался пневмонит, мы не сразу понимали даже о чем, ну, не сразу понимали, какой он природы. Но, к сожалению, вот во всех случаях, их было три, эти пациенты погибли. И погибли они в ковидном госпитале, в 15-й больнице. Вот насколько, в 15-й и в 40-й, насколько я помню, эти пациенты. Как дифференцировать? Ну, в любом случае, учитывая начало проявлений пневмонита, мы отменяем всегда иммунотерапию этим пациентам. Это классика. А дальше, конечно, нужно разбираться по всей остальной клинике и по тем лабораторным методам, которые нам еще доступны в этой ситуации. Но это всегда очень непросто, на самом деле. Да, это задача для настоящих профессионалов. Ну, вы прекрасно справились в любом случае. Я не вижу никаких вопросов в чате. Всем все интересно, но насколько я надеюсь, по крайней мере. Но, тем не менее, мне кажется, вот, особенно ваше выступление, насколько оно показательно с точки зрения того, как поменялось отношение вообще к проблеме лечения рака печени. Если раньше эта история, ой, рак печени, да что же с ним делать? А теперь у нас есть одна опция, вторая опция, третья опция. И самое главное, что у нас сейчас есть, это специалисты, которые готовы заниматься этими пациентами. И я думаю, что мы выполнили программу нашего сегодняшнего вебинара. Я очень надеюсь, что если мы с вами, Полина Сергеевна, заранили еще зерно надежды в одну, две, три онкологические души, значит, количество больных, которым мы поможем, реально выросло. Поэтому я очень надеюсь, что это не зря. И тем более не зря такие успехи и достижения в иммунотерапии. Может быть, и в этой пациентке мы еще раз с вами вместе вернемся к идее вернуться к иммунотерапии, в том числе и в сочетании и пенила, если так распорядиться течение заболеваний. Как вы думаете? Спасибо. Хотя у нее еще есть несколько других, не использовала. Есть, есть, да-да-да. Мы с вами будем готовы. Хорошо. Абсолютно. Спасибо большое. Спасибо, Полина Сергеевна. Огромное всем спасибо. Мы выполнили свою программу. Если нет вопросов, то, собственно говоря, до новых встреч. Кстати говоря, завтра мы открываем новую панель вебинаров, посвященную проблеме мультидисциплинарного лечения рака печени. Это на платформе СТО Конгресса, то есть та платформа, которая Медстудия. Я обращаю внимание тех, кто присоединился. Завтра в 3 часа вебинар будет посвящен проблеме лечения больных с некомпенсированным циррозом печени. В контексте проведения не специфической терапии осложнений цирроза, а в контексте возможности использования интервенционно-радиологических вмешательств первой и второй линии системной терапии. Так что всех приглашаю. Если кто заинтересуется, программа будет уже опубликована. Ссылки нам СТО Конгресс Медстудия обещала. Всего хорошего. До новых встреч.